всем привет вы находитесь на канале дмитрий шеф канал финансовых инвестициях фондовом рынке в этом очередном ежедневном выпуске рассмотрим с вами ситуацию которая складывается в нашем российском в частности рынке а также на мировых площадках первым делом на что я бы хотел обратить внимание это индекс конечно же московской бирже которые второй день подряд у нас падает падение происходит на опасениях конечно же событий которые скоро у нас свершатся да и которых многие опасаются во первых это выступление владимира владимировича путина двадцатых числах ну и конечно же санкции санкции которые анонсировали нам европейский союз в отношении банковской сферы сейчас подробнее на этом остановимся но чтобы не пропускать ежедневные выпуски обязательно подписывайтесь на этот youtube канал но даже такое падение не мешает нам зарабатывать спекулятивно да что мы собственно и делаем закрытом телеграм-канале там я пишу свои сделки которые я провожу в частности и спекулятивные вчера были спекуляции сегодня без были спекуляции на которых я заработал и работали мои подписчики в частности сегодня была спекуляция на алроса была поймана опять крутая . на отскок и собственно вот такими семейными шагами каждый день по процентику больше процентика до поймав до дальнего движения то представляете себе в размере годовом до какой процент в итоге выйдет если по банковскому складу сейчас семь с половиной допустим процентов до либо шесть половиной то за одну сделку получается получить доход больше одного процента годовых представляете да какая может быть доходность если вы хотите то скажем пополнить ряды наши наших подписчиков до закрытого телеграм-канала ссылочка под видео описание там доступна подписка абсолютно каждому на месяц на полгода и на год проходите подписывайтесь и присоединяйтесь к нашему закрытому телеграм-каналу если вы хотите получать видение моё на рынок в режиме онлайн ежедневно получать какие-то торговые идеи видеть сделки которые провожу ну и собственно на этом также зарабатывать но а более того я не только показываю точки до покупок но я показываю то скажем баст обоснования именно техническая почему скажем тоже сбербанк я там или в другом месте покупаю да и на основании технического анализа конечно же я это все прикрепляю соответственно вы даже параллельно обучаетесь до техническим моментом особенно если вы новичок это вам очень даже будет полезно поэтому многие подписаны уже давно на закрытый грамм-канал и собственно говоря остаются в нем а по сей день а это означает что данная аналитика и моё видео на рынок ребятам нравится и приносят им прибыль вчера кстати был анонс дан тех санкции новых даты европейского союза касательно банковской сферы и были озвучены банки которых это коснется да и конечно же санкции коснулись такого банка как тинькофф и я буквально сегодня написал что я ожидаю сегодня открытие с гэпом и собственно уход на уровень 2500 это я прописывал закрытый грамм-канале и собственно что мы сейчас видим а мы видим четкую картину к по которой мы именно к этому уровню пришло и перешли да то есть те кто успел скинуть свои позиции соответственно сейчас довольно неплохом находится положение то есть самое важное дам получать вот эти все новости кстати можете подписаться на бесплатный телеграм-канал новостной здесь все это выкладывает своевременно и оставляет также свои комментарии и собственно говоря здесь я писал что ждем обвал который мы собственно с вами и видим в любом случае рынок у нас сейчас корректируется да это конечно положительный момент для того чтобы можно было данные бумаги до которые вы хотите купить купить дешевле вот рынок у нас достаточно неплохо корректируется мы это видим по московской бирже здесь у нас вчера был было два варианта да во первых у нас здесь была поддержка которую мы сегодня пробили с гэпом да и нижняя граница теперь у нас находится над уровне 2160 то есть теперь по технике мы должны по идее прийти протестировать вот этот минимум и конечно же вот эти гэпы которые мы составляем сверху они случае это скажем благоприятных обстоятельств будут впоследствии закрыты им поэтому нужно ловить момент где бумаги подкупать собственно там где покупать буду я я буду писать своем закрытом телеграм-канале те уровни и те цены которые мне собственно и интересны но и просто ты соответственно те бумаги которые не интересны поэтому сейчас нужно этим воспользоваться да вот эти и санкции и события которые предстоят у нас двадцатых числах на этом фоне у нас рынок корректируется но по факту есть никаких негативных новостей по скажем результаты заседания не будет естественно рынок воспринять это позитивно и быстренько отыграет то падение которое мы сейчас с вами наблюдаем конечно же это все происходит на некой панике но в любом случае я уже говорю что у нас будет в мае до мая июня это дивидендный сезон а будет ли он и не были не будет мы будем конечно с вами смотреть потому что у нас кроме всего этого еще есть и со стороны правительства дополнительное предложение по изъятию прибыли даст каких-то крупных компаний какие пока мы с вами не знаем а также у нас в процессе разработки нового и налогообложения для нефтяников каким образом это еще скажется и для каких нефтяников и каким образом будет это предложение сформировано мы также сейчас в этом с вами сориентироваться не можем потому что просто напросто информации никакой по этому поводу нет а вот это вся неопределенность которая нам диктуется дан правительством то неопределенность в отношении крупных компаний конечно же и приводит к тому что мы видим вот в неведении данных сведений у нас идет распродажа на нашем российском рынке также подливает так скажем масло в огонь и факт американском американского рынка до где каждый день в в отношении то скажем глав фрс каким-то образом да как проходит комментарии которые с одной стороны положительность другой стороны отрицательный то есть у нас и на американском рынке идет такая мясорубка которая с каждым днем то скажем в ту или иную сторону метает игроков да и собственно более четко и понятного определения со стороны фрс мы так с вами и не понять не можем собственно говоря да но последний комментарий который мы с вами слышали конечно же звучит в том русле что фрс будет не только следует на следующем заседании поднимать ставку но еще и несколько раз впереди ждет то скажем центральный банк до америке поднятия ставки в лице фрс все это конечно же вводит замешательства и игроков на американском рынке и мы видим что американский рынок s&p 500 сейчас также корректируется и сейчас буквально в режиме онлайн мы с вами видим снижение до 4100 но я не исключаю тот вариант что мы придем тестировать снова отметку в уровне 4000 собственно если мы с вами вообще посмотрим на историю дан наши нашей бирже дом сейчас как раз таки тот идет период в которой рынке у нас практически всегда корректировать даже посмотрим если с вами на историю обвалов потрясением да на мировых рынках в том числе и на нашем российской рынке то даже мы видим что двадцатом году обвал у нас был феврале далее у нас следующий обвал также происходил в феврале да то есть февраль марта традиционно для нашего рынка такая то скажем зона для турбулентности и в этот период конечно же нужно с осторожностью относиться к своим инвестициям в наши российские бумаги но и в целом на мировом рынке то есть если у нас новогодние ралли проходит обычно ноябрь декабрь да то переносе на январь а у нас было то скажем драйвером да что у нас было драйверами конечно же это дивиденды дивидендный сезон но а сейчас у нас некий такой период остывания да и перед новым дивидендным сезоном если он будет и конечно же вот эту коррекцию сейчас стоит воспринимать как возможность купить бумаги ниже здесь что важно понимать вот это мероприятие которое нас предвидится да с владимир путином двадцатых числах если на этом мероприятии все будет чисто и гладко у нас никакого негатива не будет а здесь чтобы я опасался я бы опасался каких-то то скажем но со стороны сами знаете кого до диверсии вот в этом случае конечно же негатив могут нам подкинуть но если все пройдет на должном уровне у нас не будет никакого негатива соответственно у нас по факту до рынок конечно же взбодрится и здесь нужно обращать внимание на бумаги да на уровне на те цели которые вы перед собой ставите что покупать то скажем к этому моменту какие бумаги какие интересные уровни сейчас нужно определяться во первых и по отраслям отраслям да далее по бумагам конкретных остров слях и соответственно уровни на которых вы и хотите покупать ведь я не зря об этом говорю потому что у нас даже ранее была такая тема да когда новички приходя на биржу покупают на хаях продают на лоях собственно нужно делать как раз таки в точности до наоборот покупать на лоях но для этого нужно конечно же ждать я уже неоднократно не говорю что покупать на росте рынка когда все летит вверх конечно не стоит покупать нужно когда все корректируется когда все боятся тогда и нужно выбирать моменты и покупать ведь это самая лучшая история для покупок ну а когда уже рынок разворачивается и растет здесь покупать уже поздно вы получается заскакиваете в последнюю ракету и тем самым вам собственно эти акции которые покупали на лоях раздают мы это не раз наблюдали с вами и потому что ему сбербанку и по многим другим бумагам но и давайте с вами быстренько коснемся валютной пары рубль доллар здесь вот вся аналитика которая давалась на этом канале полностью подтверждается именно ходом данной валютной пары а это как раз таки подтверждает то что на этом канале одна из лучших аналитик и как минимум должны быть подписаны этот канал чтобы принимать во внимание и хотя бы прислушаться кто аналитики который дается на этом канале здесь все идет по уровням то есть у меня на канале по технической части один канал из лучших дан где все уровни четко я выстраиваю и которые четко отрабатывают смотрите после пробития уровня 373 2 я ставил цель 74 4 который мы с вами сейчас наблюдаем этой цели сейчас настоящее время мы достигли соответственно это конечная цель которую я ждал дальнейшего роста вверх доллара я не я не вижу да собственно говоря я ждал бы отсюда теперь откат будет ли это так с вами посмотрим в дальнейшем да но я свою свой прогноз опять же сейчас даю то есть 74 4 мы достигли той отметки которая давалась в прогнозе на этом канале сейчас по моему мнению должен пойти откат в район 72 и 5 будет ли это так с вами как говорится посмотрим кстати ребят хочу напомнить что сейчас продолжается акция тиньков банка по кредитной карте тиньков платинум если вы хотите получить данную карту с привилегиями а именно получить кэшбэк по этой карте сумме 3000 рублей то обязательно прямо сейчас проходите и заказывайте по ссылочке в описании под видео что это дает получаете эту карту вам сотрудник банка привозить буквально на следующий день после заказа до по ссылке абсолютно бесплатно выполняете условия тратите 7000 рублей на ваши привычные покупки в магазине да вы же оплачиваете это скажем продукты питания так далее в первый месяц то есть целый месяц дается на оплату размере 7000 рублей после факта траты данной суммы вам обратно возвращается в течение пяти дней 3000 рублей рублями на карту соответственно вам по компенсирует 50 процентов от покупки а также подключает бесплатное обслуживание на всегда это очень одевальные условия но действует они для тех у кого данной карты еще не было поэтому успевайте заказать данную крутую карту по ссылочке в описании а поэтому чтобы я рекомендовал здесь да по валюте но мое мнение я бы здесь плиту продал на самом деле а то есть та цель которую я оставил мы ее достигли здесь бы я от валюты избавился будет ли это верным решением мы с вами посмотрим буквально на текущей неделе но и возвращаясь к нашему рынку здесь теперь стоит дождаться именно теста отметки 2160 и вот после этой отметки мы будем уже с вами смотреть как будет реагировать рынок самое главное чтобы эту поддержку не пробили потому что эта поддержка достаточно сильная мы несколько раз от нее отталкивались вверх но опять же повторюсь вот эти все гэпы которые мы оставляем мы следующем в следующей волне пойдем их закрывать это от сто процентов с вероятностью можно об этом константировать ребят подписывайтесь обязательно на этот канал и здесь на этом канале практически самая лучшая аналитика которая подтверждается и с технической точкой зрения графиками но и соответственно с экономической точки зрения подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите обязательно комментарии это поможет продвигаться моему каналу всем огромное спасибо кто подписывается то поддерживает канал вступайте в наше сообщество вступайте в закрытый телеграм-канал если вы хотите получать правильную аналитику но а с вами был дмитрий же всем хороших торгов всем пока пока